здравствуйте мои дорогие с вами евгения саженцева я теолог по образованию также я прошла проф переподготовку на психолога сегодня я решила затронуть на канале довольно серьезную тему о которой я долго молчала и наконец-то я набралась смирение и смелости для того чтобы что-то сказать но сказать не на эмоциях как я могла сказать это раньше потому что меня до недавнего времени разбирали разные чувства эти чувства были без смирения с некоторым лукавством и сейчас сама просто анализирую свое состояние и понимаю что в них не было возможно правды божьей я сейчас не могу сказать на сто процентов что в моих словах какая-то истина но я надеюсь на это очень надеюсь что все я пришла к более или менее правильному пониманию ситуации в мире многие сейчас живут в страхе и поток новостей может свести человека с ума довести до каких-то панических атак довести до страха за свое будущее и люди в этом страхе порой совершают какие-то необдуманные поступки едут куда-то за три девять земель так скажем бросают родину и совершают много всего того что можно в принципе не делать когда от тебя мало что зависит сейчас мы живем в такое время когда действительно от массу от нас мало что зависит много зависит от того когда господь услышит наши молитвы и расставит все на свои места сейчас от христиан требуется молитва в большей мере именно молитва для того чтобы господь услышал нас и сам сделал так чтобы восторжествовала правда и мир на земле потому что сейчас люди имеют такие инструменты воздействия на других которые могут привести к катастрофе всего мира понимаете о чем я говорю я сейчас не перехожу на личности сейчас у многих стран есть такие инструменты поэтому в принципе сейчас абсолютно никому не выгодно вступать в распри какие-либо но будет самым худшим обвинять какую-то одну из сторон и впадать какой-то ропот ненависть и так далее ненависти сейчас так слишком много как вести себя православному христианину учитывая обстановку конфликтную в мире на мой взгляд как теолога по образованию и просто как женщину которой я тоже много в свое время переживала во первых понять что от тебя сейчас мало что зависит и просто просмотр очередной раз новостей он вводит нас в паническую атаку и страх если это не дает каких-то нормальных плодов для жизнедеятельности то стоит сократить просмотр информации особенно из недостоверных источников особенно из тех источников которые хайпуют на данные темы потому что людям выгодно усугублять и омрачать ситуацию слишком сильно любой инфоповод рождает еще тысячи разных мнений и людям кажется что чем ярче они будут выражать свое мнение тем это круче и больше просмотров поэтому не ведитесь на то когда вам будут говорить что вот здесь вот конец света или там нужно теперь быстро бежать закупать туалетную бумагу и так далее и тому подобное иногда даже встречаю на ютубе такие ролики где говорят как нужно себя вести во время ядерного взрыва ну дорогие мои ядерный взрыв это тяжелое последствие от которого вряд ли кто-то сможет спастись поэтому здесь нужно отнестись к этому ежели оно произойдет то тоже значит такова история нашей планеты все человечество так или иначе ведет нас к тому что показать нам насколько мы без бога несчастны вся история человечества нам об этом говорит начиная от адама который отпал от бога и решил что он сам сможет создать великое царство адам отпал потому что в нем вселилась гордыня до змей соблазнил его и сказал надкусить яблоко и сам сатана тоже хочет быть круче чем бог говорю вам простыми словами но так или иначе господь ведет нас к тому чтобы мы осознали что без него на земле никогда не будет рая даже если мы сделаем идеальные условия для быта даже если мы усовершенствуем все вокруг автоматизируем даже если мы сделаем так что труд человека будет не такой тяжелый то что господь сказал что будешь в труде добывать на хлеб свой но тем не менее даже если мы все автоматизируем человек все равно добывает деньги через труд легких денег не бывает я это говорила в одном из эфиров даже если у вас будет какой-то там супер мощный робот-былесос который будет все чистить вокруг ну извините меня на такой робот накопить нужно и это тоже большой труд так или иначе человек будет трудиться а значит и страдать в какой-то мере а значит и скучать по богу и внутренне вспоминать как было хорошо в раю это нам передалось от адама я могу даже так подумать что возможно это что-то генетическое потому что наши гены говорят нам о том что где-то было очень хорошо лучше чем здесь именно поэтому так или иначе иногда мы испытываем тоску нам кажется что мы скучаем по каким-то временам из детства или мы скучаем по какому-то близкому на самом деле все мы скучаем по раю все мы хотим вернуться к своему отцу который может дать нам настоящее счастье не поддельное не искусственное как в песне и горы летово про пластмассовый мир все что может сделать человек это пластмассовый мир в котором без бога все будет бессмысленно и наша цель вернуться к богу и тогда когда случаются какие-то великие катаклизмы и сейчас даже не говорю про войны а про катаклизмы например то которые неотвратимы к примеру когда происходит землетрясение почва действительно уходят из-под ног люди не знают за что схватиться они хватаются за саму землю но и земля трясется единственное что остается это взывать к богу и просить о милости вот что мы должны сейчас делать и там где двое или трое соберутся во имя мое сказано в евангелии там я буду среди них вот что мы должны сделать мы должны осознать это с духовной точки зрения чтобы обращаться почаще к богу и положиться на бога и знать что есть вещи которые например неотвратимы а есть и то что все-таки возможно победить молитвой я не говорю сейчас о тех случаях когда мы защищаем родину и это отдельный разговор на эту тему у меня тоже был эфир можете послушать есть фразы из евангелия что нет больше что любви как если кто положит души свою за други своя но чаще всего мы даже не участвуем сами в этих конфликтах и просто просматриваем ролики и впадаем в панику тогда когда мы не являемся даже действующим лицом и вот что плохо что мы например можем забыть о своих прямых обязанностях у каждого есть свои обязанности их не бывает маленьких каждого господь поставил на свое место и каждое место ваше где вы здесь и сейчас она тоже важно и нужно если вы допустим мама и у вас есть дети то вместо того чтобы лишний раз просматривать новости поиграйте со своим ребенком если у вас обязанности и какая-то деловая то проведите деловую встречу если у вас клиент соответственно должны выключать свои собственные проблемы и погружаться в проблему клиента если вы например психолог как я и так далее и тому подобное потому что каждому господь дал по мере сил ту обязанность в которой мы есть и излишняя суета излишний ропот и страх за будущее она только поморчает дух душу нашу и приводит смятение и ужас как раз таки то состояние которое нужно сатане чтобы человек впал в погибель и забыла боги есть очень хорошее выражение не говори богу что у меня есть проблема скажи проблеме что у меня есть бог хотя с другой стороны нет ничего плохого чтобы приходить словно дитя к своему отцу и говорить о своих проблемах но я думаю вы поняли мою мысль о том что главное не впадать в панику излишнюю суету и в ропот а наоборот уповать на бога и делать то что от вас зависит ведь понимаете что не каждому из нас дано например стать президентом или каким-нибудь министром у них свои обязанности у нас свои и опять же если человек стоит на этом месте значит это тоже не случайно мы часто начинаем говорить что если б я был на месте президента я б уж разрулил все должным образом но подчас мы не можем даже справиться с обязанностями которые у нас прямые например не можем навести порядок своей семье а государство это тоже семья где тоже есть своеобразный отец так меня учили на кафедре теологии такой образ мне я помню сказал батюшка на у нас преподавали порой батюшки владислав отец нечаев прекрасно что у нас были такие предметы о семейном воспитании и о многих других что на кафедре теологии все-таки идет уклон каким-то важным ценностям и об этих ценностях я сейчас пытаюсь и вам тоже донести и и чтобы вы тоже о них задумались о своей семье о том какие у вас прямые обязанности и не впадали в панику и отчаяния так или иначе мы должны знать что все события какие не происходят они в рамках промысла божьего есть еще два понятия воля божья и промысел божий действительно когда совершается какое-то великое зло то в этом нет прямой воли божьей есть но есть промысел божий а промысел божий это то что господь попускает но знает что так или иначе в любой момент человек может одуматься и все это будет ему во благо поэтому мы должны понять что здесь ничего не происходит без внимания бога так или иначе ничего и в конечном итоге в этом тоже есть какой-то смысл поэтому если вы не министр если вы не являетесь конкретным лицом которое занимается этими конфликтами и в пике так скажем этих конфликтов глобальных то я не говорю что нужно спать и ни о чем не думать я говорю о том что не надо впадать в панику и отчаяния ваши силы могут вам еще пригодиться тогда когда нужно будет действовать действительно например быстро когда нужно будет действовать по обстоятельствам но не тогда когда мы просто смотрим новости ропщим или впадаем в уныние я надеюсь моя мысль максимально понятна друзья оставайтесь на моем канале впереди много интересного а я постараюсь сделать так чтобы этот канал был разнообразен периодически я буду продолжать здесь публиковать лекции Алексея Осипова потому что не считаю себя самым великим богословом да у меня есть высшее образование на кафедре теологии но у меня нет гордыни я не считаю себя самым умным к слову также я буду публиковать периодически лекции отца Константина и может быть что-то буду публиковать из того что мне разрешит фонд наследие митрополита Антонио Сужевского ну и конечно я буду продолжать говорить о НРЛ НРЛ кто не знает это нарциссическое расстройство личности когда человек в огромной гордыне считает себя самым умным и осуждает всех подряд особенно тех кто очень близко к нему эта тема сейчас тоже очень важна я буду ее поднимать так или иначе самое главное нам не впасть вот в эту гордыню и не считать себя умнее чем те кто действительно разбирается в своих делах давайте каждый будет смотреть за собой мы двигаемся только вперед все будет хорошо мои дорогие не унывайте а если что обращайтесь ко мне за консультацией мой телефон как всегда в описании видео всех обняла поцеловала в щечку